В отношении бывшего муниципального депутата Алексея Горинова возбудили новое уголовное дело. В июле прошлого года, я напомню, приговорили его к 7 годам колония за то, что он называл так называемую военную спецоперацию в Украине войной и рассказывал о гибели украинских детей. Мы с вами обсуждали этот переговор и вот теперь, как следует из материалов дела, Горинов, находясь в больнице при исправительной колонии номер 3 во Владимирской области, обсуждал с другими заключенными взрыв на Керченском мосту. Напомню, что это незаконное строение и, конечно же, радовался по сути этому факту, говорил о действиях вооруженных сил Украины и теперь Горинову приписывают еще и оправдание терроризма. Ольга Евгеньевна, ну, понимаем, наверное, кто-то настучало, как считаете, стукач этот в будущем, что может получить в виде вознаграждения за такую информацию? Вы знаете, вы подняли очень большую тему. Впервые 2 сентября это случилось, когда вышел на свободу политический заключенный, узник как раз вот московского дела, с которого герой вашего сюжета прекрасного и сюжета «Радио Свобода» начинал свою такую буйную политическую деятельность. Вот Анастас Мефтахов, герой именно вот этого дела 19-го года, и он должен был выйти на свободу 2 сентября 1923 года. Он вышел на свободу, он увидел вдалеке мать и жену и тут же был снова задержан и препровожден в СИЗО по обвинению именно вот так, в оправдании терроризма. Он тоже сидел якобы вместе с другими заключенными и прокомментировал какой-то сюжет, который был вынужден смотреть в рамках воспитательной работы. Вы знаете, мы имеем дело на самом деле с огромной, очень давно и хорошо отстроенной системой. Когда мы говорим, что в России в пенсиональной системе пытки, ведь что имеется в виду? Имеется в виду, что в пенсиональной системе главные службы – это оперские службы, оперативные сотрудники. Кто такие разработчики? Разработчики – это заключенные, тоже заключенные, которым даже платят деньги за то, что они устраивают пресс-хаты, к ним попадают их собрать по несчастью. И они начинают их мучить, насиловать вениками, черенками, швабр и так далее, и так далее, с тем, чтобы они подписали признание собственной вины, взяли на себя чужие преступления. Или оговорили кого-то еще, или подписали бы согласие на негласное сотрудничество. И вот эти самые разработчики, которые наверняка были вокруг Горинова, или были их жертвы, которые подписали контракт на негласное сотрудничество, они-то это и сделали. Они и говорили что-то Горинов, не говорили что-то Горинов. Два-три человека встали и сказали то, что нужно сказать. Подписали то, что нужно подписать, и так можно сделать с каждым. И я думаю, на самом деле есть список политзаключенных, которые должны в ближайшее время по окончанию срока выйти из мест заключения. И я полагаю, что так будет с каждым сделано, и не выйдет никто, к сожалению. У нас в марте освобождается ближайший такой известный политзаключенный. Но я, наверное, назову имя Андрей Пивоваров. Это, собственно, движение «Весна». Он сел еще до войны. И я полагаю, что мы его не скоро увидим. То есть вот эта сеть стукачей, она просто глобальная и масштабна по всей России? Эта сеть стукачей глобальная и масштабна, конечно, не только в тюрьме. Потому что представьте себе, что вот такой человек освобождается, он же не перестает быть... У него контракт. У него контракт. А дело в том, что если тебя изнасиловали шваброй или веником и сняли счет на видеокамеру, очень многие не станут говорить, что вот я освободился, теперь мне наплевать на ваш контракт. Скажут, да хорошо, тогда мы опубликуем видео в твоем кишлаке, в твоем аму-ауле, где-нибудь на Кавказе, например. И вообще как-то, знаете, я думаю, что далеко не каждый согласится ради правды потерпеть то, что кадры с его изнасилования публикуют на Ютьюбе.